Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В воскресенье 29 ноября в Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный марш соседей. Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти. Правительство же, как и ранее, ввело в столицу машины внутренних войск – БТРы, а также автобусы с силовиками и спецтехнику. Людям закрыли метро и доступ к интернету, а всего за пару часов марша в разных городах были задержаны около 50 его участников. Отметим, что протестный марш соседей называется именно так, потому что люди планируют не собираться в одну большую колонну, чему препятствуют силовики, а проводить акции в своих районах с соседями. В таком новом формате состоялся марш и в предыдущее воскресенье. Еще утром 29 ноября было официально сообщено о закрытии пяти станций метро в Минске. Традиционно для воскресенья начались проблемы с мобильным интернетом. В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, несмотря на это, люди стали собираться в колонны в своих микрорайонах. Главные требования, с которыми белорусы вышли на улицы, тоже неизменны. Отставка Лукашенко с поста главы государства, освобождение политзаключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия. Представители правозащитной организации «Весна» отметили, что по состоянию на 14.00 силовики задержали как минимум 51 участника протестов. Большинство задержаний произошло в Минске, 34, а также в Боровлянах, Витебске и Лесно. Список продолжает дополняться. По предварительным данным, на марше соседей в Минске был задержан и член основного состава, Координационного совета белорусской оппозиции, экономист Дмитрий Круг. Издание Тутбай подчеркивает, что силовики преследуют людей во дворах в разных частях столицы и других городов. Очевидцы рассказывают, что при задержаниях против протестующих применяют слезоточивый газ. Правозащитный центр «Весна» сообщил, по состоянию на 17.00 силовики задержали более 200 человек. Также стоит отметить, что лидер белорусской оппозиции Тихановская в интервью, вышедшем 28 ноября, рассказала, что Россия вряд ли будет прибегать к военному вторжению, в охваченную протестами Беларусь. «Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении, потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека, против режима и диктатуры, поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас абсолютно мирная революция. Против кого какие войска вводить?» – заявила она. Лидер белорусской оппозиции отметила, что не видит активной поддержки режима Лукашенко со стороны Кремля. Тихановская также добавила, что хотела бы встретиться с президентом Путиным. Она также заявила, что оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте со всеми странами, в том числе и с Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова